МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А здесь, пожалуйста, свободно, свежий воздух. В первые минуты работы избирательной комиссии в районе улиц Любовь Шевцова и Ульяны Громовой жители активно принимали участие в голосовании. Порой выстраивалась очередь. Я пришла просто как не наблюдатель сейчас, а просто как председатель ТОС, посмотреть, как люди реагируют на эти выборы. А там на участке вчера мы, я с обеда сидела, хорошо люди шли, особенно с этого дома, там 61-го дома. Для проведения голосования на открытом воздухе используются две палатки. В одной размещаются члены участковой избирательной комиссии со всей документации. Вторая отдана участникам для голосования, где на специальном столе установлена складная конструкция для тайного голосования и переносной ящик для бюллетеней. Также прямо на месте избиратель может ознакомиться с поправками в Конституцию. После того, как участник проголосовал, мы обрабатываем ящик дезинфицирующими средствами. За соблюдением мер безопасности следят общественные наблюдатели. Все проходит правильно. Дезинфекция. Соблюдаем все меры предосторожности. Никто ничего не нарушает. Многие люди приходят, радуются, голосуют, что такие есть возможности. Проголосовать в эти же дни возможно и находясь в собственной квартире. Участковая избирательная комиссия ходит по домам. Граждане очень довольны, активно принимают участие. Очень довольны, особенно пенсионеры, то, что им не приходится ходить, то, что они голосуют на дому. Способ голосования на дому также пользуется популярностью в поселке Мостовая. В настоящее время сейчас тоже мы опять пойдем по домам. Вот буквально прошли люди, которые действительно захотели, потому что каждый избиратель, мало что у него, допустим, не получается прийти на участок. Если он звонит или оставляет заявку, мы ходим к ним по домам, чтобы они все-таки сделали свой выбор. Уведомить участковую комиссию о своем желании проголосовать дома можно до 17.00 1 июля. При этом объяснять причину такого решения впервые в истории не нужно. Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ.